Всем привет! Сегодня я пересаживаю камелию. Это вот такое вот шикарное растение с потрясающими цветами, просто великолепными. Купила я его в магазине, причем взяла еще с нераскрывшимися бутонами. Я обычно так никогда не делаю, потому что, как правило, когда я иду в магазин за очередным растением, я уже знаю, что я хочу приобрести, я знаю, как за этим растением ухаживать. Здесь же все было очень спонтанно, я не знала, что такое камелия, как ее нужно содержать, не видела даже ее бутонов. Вот я просто увидела вот эти вот бесподобные листья, кожистые, темно-зеленые, такие достаточно набухшие крупные бутоны, и я просто влюбилась в это растение, и я его взяла. Ну вот такой рисуночек там был, как бы что, как бы вот так должны выглядеть бутоны. Но они, собственно говоря, практически так и выглядят, цвет у них не белый, а даже какой-то вот такой нежно-кремовый, очень красивый, безумно интересный, запаха никакого нет. Но растение в транспортировочном горшке, в транспортировочном грунте, мне его нужно пересадить, как бы было не жалко потерять бутоны, конечно, растение сбросят, скорее всего, бутоны, но мне его просто необходимо пересадить. Растение достаточно быстро питается влагой, очень быстро сохнет. Этому растению нужно постоянно достаточно быть во влажной грунте. И вот сейчас даже я вижу, что подвяли вот бутончики, которые были хорошие, просто из-за того, что сухой грунт, и я просто готовила растение к пересадке. Горшок я подбираю, ну, так вот чуть-чуть больше того, в котором он находится. Это, естественно, на дно дренаж в виде керамзита я обычно это делаю. Дренаж делаю очень хорошим, очень хорошим, достаточно такой прям большой плотный слой. Так как растение любит влажность, соответственно, самое важное, что здесь может быть, это то, чтобы грунт не закисал, почва не должна закисать для того, чтобы не сгнили корни. Посмотрю сейчас на состояние корневой системы, естественно, пересаживать я буду методом перевалки, потому что мне нужно как можно меньше потревожить корней, как можно меньше я хочу потерять бутонов. То есть, возможно, и мне удастся некоторые сохранить. Вот, кстати, сказать насчет бутонов, те цветочки, которые сейчас, вот я вижу, они распустились, они красивые, но они уже увядают, я их уберу, потому что они сейчас отнимают у растения очень много сил, а у него будет стресс после пересадки, поэтому вот эти бутончики, вот этот не раскрывшийся, тоже я уберу. Ну, остальные оставлю, то есть, как бы, растение само потом уже решить для себя, нужны они ему или нет, будет он их раскрывать или нет, но бутонов достаточно много, прям вот, ну, много бутонов. Так, вот мне очень ком земли, да, но здесь потому что корни достаточно большие, много корней. Я буквально стряхиваю вот внизу чуть-чуть, сверху, наверное, тут даже стряхнуть ничего не получится, но чуть-чуть вот можно. Корней, много корней. Прям вот много корней, вон сколько. Так, значит, что еще важно? Грунт я использую для розы. Грунт для роз, то есть, почва должна быть кислой. Так же, как для азали, так же, как для гордыни жасминовидной, грунт должен быть кислым. Так, очень хорошо прям поместился, самое главное, еще, чтобы пряно. Так, так... Так. Так... 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 Вот таким образом мое растение пересажено Виден, да, что здесь бутончики еще есть Я буду очень надеяться на то, что все же пересадка и стресс не скажутся на растение таким образом Что оно сбросит все бутоны И все-таки растение порадует меня раскрывшимися прекрасными бутонами Прекрасным цветением, красивым, бесподобным Я его сейчас еще опрысну эпином Можно полить сморганцовкой, в принципе, для того, чтобы немножко растению помочь И вот на этом все про пересадку камелии Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok